Так, друзья, ну что, староверывка при первом КАМАЗ. Будем встречать, будем выгружать, будем все показывать. Погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ Погнали! 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 Ось, друзьяки, наш сьогоднішній день підходит до кінця. Смотрите, вот тут убирают лишний грунт и делают вон туда, в ту сторону. Ну а тут, короче, оно покажет, как будем переходить. Это уже готовится под плитку. Также у нас уже все подшивки готовы вокруг хаты, везде. Пойдем покажем. Полностью всю крышу подшили, каркас готов под подшивку. Единственное, на эту часть мы не сделали, потому что надо снимать шифр, а это, как привезут уже профлист, снимем, сделаем под подшивку и накрываем. Ну то есть вот так. А тут аж все, вот видите, фронтон, ну там зробил ботин, там он, полностью тут, ну пойдемте там покажем. Получается, с этой стороны все, тут просто он откручивал весь метал, еще не закручены края, бо там будуть капельники. Ось сюда все переходи. И полностью оцю ось сторону тоже все готово под подшивку. Взяв рулетку, сейчас снимаю ролик и буду замерять, якое расстояние мне надо профлист сюда, ну на всю подшивку, какие куски. И также замерю сейчас на бане, замерю на мастерской крышу и замерю на мастерской стены. Это что касается профлиста. Да, крыша, крыша, стены мастерской и на подшивку и все. И профлиста не надо. По забору вопрос решен. То я думаю уже на следующей неделе я вам новый забор покажу. Ну тогда уже вернемся до темы забора, то я вам буду показывать. Ну а цей будем, получается, цей забор будем разбирать. Круче так. Пошли теперь по пшенице. Значит сегодня утром мы управились. Там своё ж планируем туда-сюда 5-10. И я скажу Вике, ну наверное уже пшеницу брать не будем. Не пшеницу на ячмень. Хвата нам пока. А там если что возьмем, чи кукуруза будет, чи позже купим пшеницу там туда в кінці лета или там уже осенью купим. Все равно ж люди продают и осенью можно купить по нормальным ценам найти. Ну решили не брать. Тут Вики звонок. Из староверов и звонок оцей Виталик. Что так и так вы пшеницу берете туда-сюда. У меня есть, ну грубо говоря, 15 тонн. Вже машина загружена, высыпать в себя в ангаре не хочется. Ей б куда-то, каже, сдать и так дальше. Думал, думал, так давай уже. И вот мы состыкувалися, встрялись на весовой. Зважилися, высыпав. Виталик, видите, вот у него машина не высыпала сама. Борта открываются, надо выгружать. Виталик приезжал с машиной и своими хлопцами. Машина заехала, вы видели, как хлопцы залезли в машину, я дал две лопати, выкидали, все закрыли, вымили, выехали и поехали на весах. На весах взважились, ручки пожали, обнялись, поцелувались и лаведерчи. Так что-то так. Вот что получается. Вышло, получается, 13 тонн 900 килограмм. 13 900. Ну да, он прав. Почти, ну, он думал, 15, но вышло 13 900. Все кидали на задний борт. Вообще классно получилось, аж туда наверх. Нам единственное, что осталось, что целую скучку тонн, всем, там подкинуть, он туда, в то место. Ну и сюда уже трошки туда. Да? Тут все. Вот получается, эта куча туда в яму вот и ляжет. Бери лопатый, когда. Аж кашлять захотелось. Сейчас уже вечер, мы идем управляться. И потом, как управимся, я уже сегодня созвонился, ну, списался по вайберу с Харьковым, в кого беру всегда профлист. И говорю, что вечером скину размеры, надо все посчитать и привезти профлист на крышу и на стену. Он сказал, да, хорошо, жду звоночка. И, каже, все посчитаем, все привезем. Поэтому вот так. Бачите, как? Не спеша, не спеша, потихоньку, и на ГЭПове полный ангарчик. Ангар аж трещит. Стены держат. А свет, свет, а это же я включал им внутри, было все в КамАЗе. Как выгружали пшеницу, было темно там. Видишь, высокий, борта на рощине высокие. На грузове, конечно, КамАЗа Дебело. Ну, привезли все нормально. Пшеница, все раз покажу, дивиться, какая. Получается, вообще, такая, ну, как стеклянная. И крупная вся, хорошая такая пшеничка. Да, как стеклянная, такая, как трошки прозрачная. Ну, идеально. Староверовка, конечно, пшеничка у меня цей год наградила, да. Ну, как привезла. Вот именно вся пшеница, что у меня есть, это Староверовка. Староверовка, молодцы. Ну, опять же, чего вызывают, чего звонят, дивляться канал, вот и вызывают. И не надо ничего бегать, шукать. Ну, раньше, кажется, по 3,50 брали. Да нет, ну, раньше таки цены были, причем. Ну, отходы брали, денег не было. Да, там есть, что у нас по 4, с какой-то 8. Ну, у вас по 4, у нас, я знаю, сейчас по 6. У нас, я знаю, по 6, а это 5,50. И с привозом, и выгрузкой. Не, 5,50 звонит, чей, кажется, у тебя доставка ваша. А, есть, что звонит, 5,50, а доставка моя. Ну, я скажу, не, мы 5,50 берем тут на месте с вашей машиной, чтобы вы высыпали его и ехали. И все. Ну, каждый шука той вариант, який ему удобный. Каждый шука. Мне же не все прямо по первой везти. Кому удобно, кто недалеко, и так дальше попривозили и все. Думали, уже не будем брать, ну, взяли, взяли и не жалили. Ну, а теперь что, это все туда подволочим, тут будет пустой тупой, ну, вот тут прольета два будет пустой. Поставим прицеп. И следующий момент по ангару, это ворота. Ну, ворота туда как похолодает уже, я думаю, в конце лета сделаем еще туда уже как будут холода такие, тут займемся воротами. Ну, а так и все по ангару. Ангар зашпигованный. Поросяток будет чем кормить. Я думаю, хватит. Ну, а теперь остается вопрос. Это ж по металу. Ну, ничего. Метал замеряем, привезут. Понакриваем, поподшиваем, плитку гепнуть. Другая бригада сделает весь забор. Будет все набагато оперативнее и быстрее, потому что эта строителька, если честно, в печенках. А эта строителька меня просто так выморозила, что просто. Эта строителька длится у нас с января месяца. Після Нового года как началось, и она до сих пор не заканчивается. Мы то строили так сами, ну так, моментом джик-джик-джик месяц-півтора, а это ж дуже затянулось. Ну, короче, вот так. Як би не было, идем дальше. Хвосты вверх, все вверх. Підняв, обняв, сльоза пішла. Пока! Субтитрувальниця Оля Шор